Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Владивосток сегодня накрыл сильный ливень. Его причиной стал циклон, господствующий в Приморском крае. В городе затопило дороги. Традиционно под воду ушла улица Пограничная. Здесь накануне подняли решетки ливневой канализации и начали прочищать коллектор. Но во время ливня это не сильно помогло. Проезжая часть все равно заполнилась водой. Скопление воды зафиксировано и в районе стадиона Строитель, под железнодорожным мостом Новоропаева, в районе торгового центра Зеленый остров на Калинино, 275, а также рядом с водоканалом и на площади Луговая. Общественному транспорту в городе пришлось менять свой маршрут и следовать в объезд проблемных районов, где уровень поднялся настолько, что вода пробиралась в салоны машин и достигала около полметра. Все коммунальные службы работают сейчас в усиленном режиме. Рабочие и техника занимаются отводом воды с затопленных участков. Бригады распределены по всем районам. Субтитры подогнал «Симон»! 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 В здании местной школы номер 2 был подготовлен пункт временного размещения пострадавших от паводка. В администрации Дальнереченска предупредили, что вода будет пребывать еще в течение 1-2 дней. Население города составляет 25 тысяч человек. Уровень воды на территориях города невысокий, но спасатели рекомендуют жителям на всякий случай эвакуироваться. Сейчас на месте работают насосные станции, проводится откачка воды. Также направлена дополнительная группа спасателей. Ведутся работы по укреплению насыпи. О возможном затоплении власти предупреждали местных жителей накануне, 5 августа. Также о проблемах со сдерживанием воды упоминал губернатор Приморья Олег Кожемяка. Землетрясение Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в центральной части штата Калифорния в 21 час 9 минут по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался в 23 километрах от города Арвин. Момент землетрясения, потрясшего Калифорнию, попал на видео из метро Лос-Анджелеса на станции Вестлейк. Сообщается, что станция получила некоторые повреждения. До пяти человек выросло число жертв урагана Дебби, который обрушился на юго-восток США и вызвал мощные наводнения. Сейчас ураган ослабел, превратился в тропический шторм, но продолжает движение по территории страны. В нескольких штатах введено чрезвычайное положение. Сообщается о четырех погибших в штате Флорида и одном погибшем в Джорджии. Более 160 тысяч человек в стране остались без электричества. Несмотря на то, что ураган потерял силу, жителям штатов, которые находятся на пути его следования, предписано следить за сообщениями местных властей и сделать необходимые запасы продуктов, воды и предметов первой необходимости. Ожидается, что в четверг Дебби, который относится теперь к категории тропических штормов, подойдет к берегам Южной Каролины. Продолжение следует... Продолжение следует... Сильный град и проливной дождь обрушились на Калгари в понедельник вечером, нанеся обширный ущерб домам, автомобилям и международному аэропорту Калгари. Перед этим Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение около 8 часов вечера о приближающейся грозе, способной вызвать мощные порывы ветра, град размером с бейсбольный мяч и проливной дождь. Основной удар стихии пришелся на северную часть города, там выпал крупный град. В аэропорту из-за ливня и града пришлось эвакуировать пассажиров у выходов терминалов B и C. Руководство аэропорта заявило, что здание терминала внутренних рейсов закрыто из-за ущерба, нанесенного градом и проливными дождями. В сообщении аэропорта в социальных сетях говорится, что начались работы по откачке воды и оценке ущерба. Однако некоторые части внутреннего терминала останутся закрытыми до дальнейшего уведомления. Аэропорт просит пассажиров уточнять обновление рейсов у своей авиакомпании. Град также нанес серьезное повреждение домовладением и повредил автомобили местных жителей. Участки основных маршрутов, таких как Стоуни-трейл и Дирфуд-трейл, были затоплены водой, и водителям приходилось искать укрытие под эстакадами. Продолжение следует... 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 Довольно крупный град прошел вчера также в Менафре в Уругвайе. Сообщается, что серьезный урон нанесен полям в регионе. Бомбардировка крупным градом наблюдалась также в Санхайме де ла фронтира в аргентинской провинции Энтририес. От града пострадали десятки зданий и автомобилей. В Саудовской Аравии продолжаются сильные наводнения, вызванные непрекращающимися проливными дождями. Вчера от стихии пострадал священный для мусульман город Мекка. Улицы города превратились в реки. Мощными потоками воды были унесены десятки автомобилей. В городе часть районов заблокирована, в других оказались катастрофически размыты дороги. Продолжение следует... Продолжение следует... Также в Мекке вчера прошел торнадо. Продолжение следует... Продолжаются наводнения и в Джизане. Вчера там прошла гроза. Вспышки разрядов молний практически не прекращались ни на секунду. Продолжение следует... Вихрь вокруг одной или нескольких самок. Комары. Это все комары. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за просмотр! И до завтра на нашем канале!